Кто-то дарит свое время другим, а кто-то пытается его сэкономить ценой собственной жизни. Сотрудники административной пассажирской инспекции совместно с представителями правоохранительных органов и администрации провели рейд по предупреждению травматизма на железной дороге. В первую очередь они выявляли места перехода через пути. В рейде побывали мои коллеги. От этого места до ближайшего санкционированного перехода метров 200 не больше. Вот только люберчане не прочь сэкономить время и перебежать через железнодорожные пути там, где это запрещено и опасно. Теперь же любителям сократить расстояние придется идти по правилам. Место перехода, бывшего несанкционированного перехода, на сегодняшний день уже отремонтировано, установлено заграждение и наглядная агитация для прекращения несанкционированного перехода. В этом месте были случаи при переходах, смертельные случаи среди жителей Леберетского района. В этом году здесь произошло три трагедии. Организовать санкционированный переход тут планируется при строительстве третьего центрального диаметра. Здесь он очень интенсивное направление, четыре главных железнодорожных пути. И таким наиболее актуальным санкционированным пешеходным переходом это было бы строительство подземного пешеходного перехода, ну либо надземного, то есть в разном уровне. Опасных переходов на Московско-Рязанском участке железной дороги наберется не один десяток. Местных жителей, привыкших переходить дорогу там, где быстрее и удобнее, не останавливает даже присутствие полицейских. В ближайшее время эта лазейка тоже будет закрыта. Здесь установят дополнительное ограждение и повесят предупреждающие знаки. В административной пассажирской инспекции пообещали, подобные рейды на железной дороге проведут еще не раз.